Музыка 323 федеральный закон провозглашает право граждан на выбор медицинской организации. Но все далее оно реализуется. Как толкует этот суд? Давайте рассмотрим на примере судебного решения 2019 года. Семейная пара пенсионного возраста со статусом инвалидов второй группы в марте 2019 года обратилась с заявлением о прикреплении для постоянного медицинского обслуживания медицинское объединение «Новая больница», работающая в системе ОМС. Медицинская организация отказала в прикреплении, сославшись на локальный нормативный акт, согласно которого граждане не относятся территориально к зоне обслуживания. И приказ Минздравсоцразвития 543Н, в котором закреплена численность обслуживаемого населения на терапевтическом участке. Фактическая численность медицинской организации превышала нормативно установленную. Граждане обратились в суд с заявлением о возложении на медицинскую организацию обязанности прикрепить их на медицинское обслуживание. Решением районного суда их требования были удовлетворены. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но медицинская организация подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение и привела следующие доводы. Гражданин имеет право на выбор медицинской организации, но в определенном законном порядке и при наличии определенных условий, в том числе по территориально-участковому принципу, и не чаще, чем один раз в год. Не учтена зона обслуживания населения, определенная руководителем медицинской организации. Пенсионный возраст граждан, наличие у них группы инвалидности, не являются обстоятельствами, дающими основания для реализации прав на выбор медицинской организации. Исполнение судебного решения повлечет получение сами первичной медицинской помощи сразу в двух медицинских организациях. При вызове медработника на дом в поликлинике по месту жительства и амбулаторную помощь в новой больнице, что законом не предусмотрено. Нормативная численность населения, прикрепленного к медицинской организации, на одну врачебную должность, установленную приказом 543Н, превышает полтора раза. Что установил апелляционный суд? Поскольку нормативная численность прикрепленного населения превышает установленную в полтора раза. В отсутствии медицинской организации объективные возможности для обслуживания всех выбравших ее лиц, возникла бы угроза оказания гражданам медицинских услуг ненадлежащего качества. Ссылки на пенсионный возраст ИСОВ, наличие у них второй группы инвалидности, вопреки выводам суда первой инстанции, основанием для реализации права выбора медицинской организации, законом не предусмотрены. Права ИСОВ на получение медицинской помощи не нарушены, поскольку они получают медицинские услуги по терпрограмме госгарантий в поликлинике, расположенной непосредственно в близости от места их жительства. Решение суда первой инстанции было отменено. Судебное толкование права гражданина на выбор медицинской организации было опровергнуто нахождением гражданина за пределами территории обслуживания медицинской организации и сверхнормативным количеством обслуживаемого населения на терапевтическом участке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова